Всем привет! У нас раннее утро. Костя уезжает с тетей Олей. У тети Оли какие-то дела появились свои, срочные. А Костя едет к клининговой службе открыть. Как и договаривались, все-таки он, а не Настя. Насколько я слышу, Настя уже гуляет со щенками во дворе. Идем, вон они бегают. Я сейчас быстренько поставлю запеканку в духовку. И сяду, поговорим с вами про Дашин телефон. Что я по этому поводу думаю. И что собираются делать Надя, Костя и мы. Я обещала с вами поделиться рецептом запеканки. Я взбиваю 2 белка отдельно. Отдельно 3 яйца вместе с желтками, тоже венчиком взбиваю. Потом ложу сюда 2 столовые ложки сметаны. Тоже перемешиваем. Можно просто ложечкой помешать. Далее я смазываю форму маслом сливочным. 2 столовые ложки муки и укропчик. Эта курица, она обжарена слегка. Грудка, куриная грудка, просто на мелкие кусочки поломала, слегка обжарила. И поджарку сделала. Лук, морковка натертая на терку. Совсем капельку сливочного масла. И отдельно отваренные брокколи и цветная капуста в слегка подсоленной воде. Все слегка подсаливаю, все ингредиенты. Далее белки с желтками смешиваем. Добавляем туда немножко молока. Ну, как когда омлет делаете на глаз молока. Просеиваем туда эту муку нашу. 2 столовые ложки. Перемешиваем. Это такой себе кляр получается. Знаете, как вот когда отбивные в кляре делаешь. Вот такого формата кляр, которым потом мы зальем наши овощи. Перемешали до однородной массы. Добавили укропчик в этот кляр. И перемешали еще раз тоже до однородной массы. Осталось все смешать и залить кляром. То есть я смешиваю то, что варила отдельно. Все теперь в одну кучу. Лук, морковку, мясо, брокколи, капусту. Все смешиваю в одной емкости. Ну, я это сделала в сковородке, можно в любой емкости. И все очень хорошенько перемешиваем. Далее в наш кляр я натираю сыр. Кусочек твердого сыра. У меня нет пропорции, сколько грамм брать. Это делается на глаз, как вам захочется. Кто больше любит, кто меньше. Высыпаю овощи в форму, смазанную маслом. И сверху заливаем это все кляром. И обратите внимание, сколько должно быть кляра. Потому что если его будет мало, можно еще доделать. То есть мне в этот раз пришлось немножко доделать. Мало взяла яиц. Вот так вот должно быть залито. Далее сверху натираем сыр твердый. Тоже по вашему желанию. Можно больше, можно меньше. Это будет просто вкусная сырная корочка, потом запеченная. И отправляем блюдо в духовку где-то на 150 градусов. Меня буквально закидали вопросами. Знаю ли я, что случилось с Дашей. Ну, было бы странно, если бы я не знала. Конечно же, Надя мне сообщила гораздо ранее, чем выпустила видео. Ранее даже, чем он нашелся. Изначально она мне написала, у Даши украли телефон. Представляешь? Я была в шоке, конечно, с этого. А потом она написала, что ей вернули, но весь разбитый. Полностью разбитый и потоптанный. Ну, какие были мои первые мысли? Первые мысли, конечно, ничего не понятно. Телефон пропал, потом кто-то вернул, потом он весь разбит. И я сразу начала думать, где взять Дашу новый телефон. Вот я как-то привыкла уже по жизни, знаете, с последствиями бороться не так, что там искать виноватых, а искать выход из ситуации. Как сделать так, чтобы было нормально. Если Даша так сильно расстроена, значит ей надо найти какой-то другой телефон. Но сейчас нет возможности новый купить ни у Нади, ни у нас. Значит, надо искать какой-то телефон БУ. В общем, я ждала выхода Надиного видео, чтобы узнать какие-то подробности и сделать какие-то свои выводы о том, кто и для чего так разбил телефон. Посмотрела я Надину видео, ничего мне не стало понятно. Еще больше вопросов появилось. И я набрала Надю. Мы вчера ехали с Настиной квартирой домой, получается. И по дороге я разговаривала с Надей. Вот я у Надей спрашиваю. Говорю, вот я на видео видела, что какой-то мальчик вернул Даше телефон. То говорю, может, надо с этого мальчика начинать. Может быть, это, говорю, он его и украл, а потом просто испугался и вернул, и сказал, что нашел. Может, говорю, надо прийти с милиционером и с этим мальчиком поговорить. Он там испугается и признается. Надя говорит, но я, говорит, сама лично видела, как ходила группка детей уже после школы, искала телефон. И они, говорит, его все вместе нашли на площадке, где была физкультура. Еще больше вопросов появилось. Как телефон оказался на площадке, где была физкультура? Если его именно там били ногами, то должны быть какие-то свидетели или какие-то записи из камер. Но Надя сказала, что камер в школе нет. Дальше сразу, конечно, мысль, может быть, Даша его выронила на той площадке, то дети бежали на физкультуре, то случайно потоптали. Ну, это, конечно, навряд ли такое может быть. Но Надя мне сказала, что Даша не ходила в этот день на площадку для физкультуры. И, кроме того, чехол от ее телефона вообще нашли в мужском туалете, не в женском. Далее Надя мне сказала, что Даша последний раз была с телефоном на перемене. Потом она его, возможно, забыла на окне. И вот кто-то, может быть, нашел. То есть не факт, что у нее прямо там из портфеля вытащили этот телефон. Возможно, она его и сама забыла. Мне кто-то из подписчиков как-то написал очень хорошую фразу, я ее даже была закрепила в комментариях, о том, что люди некоторые появляются в нашей жизни не зря, они нас чему-то учат, они учителя. Вот так же и события. Вот не зря происходит, они тоже чему-то нас учат. И я считаю, что просто вот данное событие научит Дашу очень внимательно относиться к своим личным вещам. Если она, например, забыла этот телефон, то в большей степени она тоже сама виновата. Он мог пропасть вообще. То есть не факт, что ей бы его вообще вернули. Ни в каком состоянии, ни в рабочем, ни в разбитом, если она его сама забыла. У меня, к сожалению, есть такой очень грустный опыт детский тоже. У меня были любимые игры. А так как это было детство мое, когда еще очень мало продавали игры, игрушек в те времена, то они прям были, знаете, как золотыми для меня, драгоценными. И вот я однажды их тоже успешно забыла во дворе. Гуляла и у себя под окном во дворе забыла. Я спохватилась минут через 30, выбежала во двор, а моих игр уже не было. Точно так же у меня произошло с санками. Я забыла санки во дворе зимой, выбежала, санок уже нет. Ну а потом оказалось, что соседский мальчик, который жил по соседству, это все дело себе забрал. Потому что однажды он пригласил меня к себе в гости, и я увидела у него свои игры. Я их не могла ни с чем спутать, потому что они там были даже фломастером порисованы. Ну то есть это стопроцентно были мои игры. Я обратилась к своей маме, говорю, мама, так и так мои игры у него. И что вы думаете? Моя мама не пошла разбираться, она не забрала мои игры. Она мне сказала, что я виновата сама. То, что я их оставила во дворе, точно так же, как с санками, то, что за свои вещи я отвечаю сама. И скажу вам, меня это очень научило тому, что надо беречь свои вещи и не бросать их нигде. Потом я еще и умудрилась у этого мальчика на что-то там выменять свою самую любимую игру. Вот, то хотя бы мне уже было не так обидно. Хотя бы одну свою игру я назад получила. Не помню, на что выменяла. Ну а бабушка наша сказала, может, это даже хорошо, потому что Даша все время залипает в телефоне, и может быть, она хотя бы немножко от него отвыкнет, потому что страдает спина, страдают глаза и так далее. Уже идет из-за вот этих карантинов, которые сидели дома дети, уже идет непривязанность, и, наверное, даже уже зависимость от этих всех гаджетов. То есть уже ребенок прям не может не втыкать в этот телефон, и может быть, это действительно к лучшему хотя бы несколько дней без него походить и немножечко отвыкнуть. Но все мы понимаем, что сейчас такое время, что, конечно, когда ты куда-то идешь, там в школу, нужно иметь с собой телефон, чтобы можно было позвонить домой, и вдруг что. Поэтому мы поискали у себя дома и нашли один телефон, беленький, Samsung, который раньше был, по-моему, Настиным, и который мы дадим Даше. Так что она сможет и звонить. Я не знаю, какое там качество съемки на него, конечно, но все остальное там нормальное. Запеканочка у нас шкварчит, еще не пора ее вытаскивать. Прошло 20 минут, еще минут на 10 оставляю. Сама ситуация, конечно, очень странная. Даже если вот предполагать, что забыл ребенок телефон на окне, зачем кому-то надо было сначала чехол от него выкинуть в туалет и потом потоптать его. Настя предполагает, что это делала команда детей. Она говорит, одному человеку это было бы вообще делать. Никакого смысла. Говорит, наверное, там было их несколько. Они его топтали и при этом смеялись. Конечно, для Даши это большая трагедия, потому что первый ее хороший телефон, подаренный ей родителями на день рождения. И ее родители не так богаты, чтобы могли покупать много таких телефонов. То есть она это прекрасно понимает, что теперь неизвестно, когда будет у нее опять хороший телефон. Кроме того, она так любит снимать всякие там видео, в лайки, в тиктоке. Теперь ей это делать, я так понимаю, не на что. Ну, разве что на планшет. Дашульку, конечно, жалко однозначно, потому что она добрая, хорошая девочка. Ничего никогда никому плохого она не делала, чтобы подумать, что и кто-то за что-то отомстить хочет. Очень навряд ли. Я думаю, что здесь не было никакой там цели мести или кражи специально телефона. Я думаю, что все-таки она его забыла, скорее всего, на переменке. Кто-то подобрал, ну и этот кто-то, видимо, не очень умный, потому что решил вот так вот поступить. Вместо того, чтобы найти хозяина телефона, вернуть, получить спасибо и крепкую дружбу, ну, вот так вот решил человек поступить. А может быть и не один человек, а компания. Если так, то странные у детей развлечения. Я не знаю, что еще по этому поводу сказать. Это очень странно. Топтать телефон чужой и таким образом развлекаться, не знаю, мне это странно. Но все же скажу я вам, друзья мои, телефоны, гаджеты, планшеты, они не стоят таких нервов, таких слез. И я научилась отпускать вещи. Когда у нас терялись, сломались, я практически даже не грустила. Не то, что не ругала детей своих, даже не грустила. И это не сейчас, когда вы скажете, конечно, вы можете себе позволить купить новый. Нет. Я научилась это делать тогда, когда Настя и Катя еще были маленькими, и мы жили крайне бедно. То есть я еще тогда научилась ставить эмоции, нервы, здоровье гораздо выше всех этих вещей, с которыми что-то случается. Поэтому мой совет все-таки так не расстраиваться из-за подобных вещей. Ну, как-нибудь оно уложится, как-нибудь какая-нибудь техника другая появится все равно, рано или поздно. А здоровье ты не вернешь. И даже если бы Надя так на это остро сильно не реагировала, тоже не расстраивалась, может быть, Даша бы чуть-чуть было полегче. Ну, сказала бы ей, что, ну, ничего, Даша, это все наживное дело, купим новый телефон, там, не расстраивайся, не плачь. Может быть, Надя так и сказала, я не знаю. Но мне она весь день писала и звонила расстроенная. Ну, бог судья этим детям, а мы пойдем дальше. Мы найдем для Даши телефон. Сейчас пока вот этот, потом найдем средства, как получше телефон ей купить. Так что я думаю, что надолго у Даши эта проблема не останется в памяти. Ну, и научит ее бережно относиться к своим вещам. Будет ходить и все время проверять, у меня ли с собой мой телефон, есть ли он в портфеле и так далее. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова